Всем привет, с вами Дима и это мое новое видео. Сегодня по многочисленным просьбам я научу вас круто себя фототь. Я расскажу вам про такой жанр фотоискусства, как автопортрет или как классно сфотографировать себя без чьей-либо помощи. Те из вас, кто уже знаком с моим инстаграмом, наверняка даже не подозревают, какое количество фотографий я сделал себя самостоятельно. И сейчас я расскажу вам о том, как я создаю такие фото и покажу процесс. Во-первых, вам понадобится камера и штатив или телефонный штатив, но если у вас нет штатива, не отчаивайтесь, вы можете использовать любые подручные средства, предметы, на которые вы сможете установить свою камеру. Далее придумываем идею. Я сегодня буду, вдохновившись одной из обложек журнала Esquire, делать образ такого гика с разбитой переносицей и для этого мне понадобится искусственная кровь и испортить несколько вещей. Разбить очки и найти рубашку, которая будет не жалко, потому что я ее, скорее всего, выброшу, так как кровь может мне отстираться. Затем мы ищем подходящее место для создания фото. Я делал сам фотографии себе как на улице, так и в студии и, ну, чаще всего дома, конечно. Я думаю, что вы будете делать фотографии дома, поэтому мы просто находим какой-то уютный уголок. Я обычно делаю напротив окна, на фоне стены, светлый какой-то портрет. Теперь вы должны понять, как вы будете делать фото, исходя из ваших технических возможностей. Если это фотография на телефон, то я обычно просто ставлю таймер. Если это камера, то тут все немного сложнее. Есть три варианта. Первый вариант – это таймер. Я этим никогда не пользовался, потому что это крайне неудобно на камере. Второй вариант – это использовать пульт дистанционного управления. И третий вариант – это приложение на телефон, которое называется Camera Connect для Canon. Там я могу дистанционно управлять своей камерой, делать фото, настраивать фокус, настраивать ISO и так далее. Единственный минус – это тот факт, что отсутствует одна рука на фотографии, потому что вы управляете камерой, и вы ее держите где-то, типа… Плюс такой фотосессии в том, что вы никого не задерживаете, и вы можете потратить столько времени и сил, сколько вам угодно, меняя позы, ракурсы и так далее. Ну и после выбора удачного кадра мы приступаем к обработке. Я обычно обрабатываю все фотографии на телефоне, но если мне нужна хорошая ретушь, то я делаю это в фотошопе на компьютере. А цветокоррекцию я делаю уже в Lightroom или в Sko на мобилке. Ну и вот, что у меня в итоге получилось. На этом все. Спасибо большое за просмотр. Если у вас возникли какие-то дополнительные вопросы, обязательно задавайте их в комментариях, я на все отвечу. Подписывайтесь на мой инстаграм, мне будет очень приятно, и пусть удача всегда будет с вами. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok